Моя детская мечта, я помню, была школьная мечта, получить образование, инженера. А видно хорошо, Елена, меня? Все пишут. Супер, супер. Хорошо слышно? А хорошо видно? Отлично, видим и слышим. Спасибо, Галя. Моя детская мечта, как у всех, наверное, была, и основное образование я получил, реализуя свою мечту, стать инженером, конструктором. У нас в детстве было очень много журналов наук и жизнь дома, я читал, зачитывался. Кстати, даже в 70-х годах мы там уже писали о цифровом мире, знаете, были просто аналоговые радиоприемники, аналоговые передатчики. И говорили, конечно, после каждой передачи, после каждой перезаписи аналоговые источники информации, качество информации портилось, шумы лишние. А вот цифровая запись, цифровая информация, это просто состоит из двух цифр, да, единица и ноль. Не бывает, единица плохая или хорошая, единица всегда есть единица. Нолик тоже всегда нолик. Вы знаете, если информация, которая записывается именно при помощи двух, двух знаков, компьютерных знаков, единицы и нуля, она будет передаваться без искажения. Представляете, 70-х, начале 80-х об этом. Ну, думаю, когда еще наступит этот цифровой мир? Сейчас мы можем любую, без искажения, любую музыку, любую запись передать. Фантастика. Ну вот, детская моя мечта, и я получил и закончил институт с отличием. Инженер-конструктор, когда обучался я в институте, занимался научной работой в области математического моделирования потоков жидкостей и газов, ламинарных и турбулентных потоков жидкостей, процессов теплопередачи между жидкостями и газами. И мы изучали, занимались математическим моделированием методов разделения жидкости и экстрации жидкости.